В последнее время участились обстрелы на линиях разграничения ДНР с Украиной. Одним из примеров является поселок Зайцево. В поселке осталось порядка двух тысяч жителей, из них около трехсот дети. Жители ни на минуту не чувствуют себя в безопасности. Ежедневно артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ разрушают в поселке по несколько частных домов. Текущую ситуацию прокомментировала Ирина Дикун, директор КП Зайцево-сервис. Разрушение около 15-20 домов. В основном это осколочные попадания, прямых попаданий нет. Ту ночь два дома сгорело по улице Мирной. Что еще сказать? В том, что обстановка обострилась, произошла ротация на той стороне. Поэтому новые освободители пришли, освобождается наш поселок. Естественно, страдает мирное население. Журналисты газеты «Горловка» сегодня узнали мнение жителей города о возможных вариантах достижения мира в ДНР. Большинство горловчан отдали предпочтение политическому регулированию, ведением конструктивного диалога. Надо пробовать все методы. Если политическим, то как? Для этого есть искусство дипломатии. Для этого дипломаты и есть. Просто все переговоры, которые ведутся, они ни к чему не приводят, как мы видим. И даже последние. Потому что надо договариваться с теми, кто командует, а не с сателлитами. Не с рабами, которые... Свою сторону это рабы Америки. Надо договариваться с хозяевами. А кто хозяева? Ну, американцы, естественно, они заказчики. Это возможно достичь только мирным путем, потому что, ну, как я считаю, любая жертва человеческая, она не оправдана. Оправдания она не имеет. Будь то власть, деньги, еще что-то. Поэтому либо, ну, только мирным путем. Возможно, когда там власть сменится, получится договориться. Возможно, когда поменяется что-то в головах у ребят, которые стреляют. Продолжается чемпионат по мини-футболу среди горловских команд. Вчера, 22 июня, в Горловке на стадионе «Шахтер» состоялся матч между командами «Стелс» и «Титан». Футболисты команды «Стелс» в очередной раз показали прекрасную игру, обыграв соперника со счетом 6-4. Напоминаем, игры проходят на стадионах «Шахтер» и «Шахты» имени Румянцева. Приходите поболеть за любимую команду.